Wells Fargo, City, Bank of America и Chase. Самые крупные банки американские. Мы с ними работаем со всеми. Лично знаю многих топов менеджеров, которые говорят на русском в этих банках. Познакомлю вас потом. Если будут какие-то вопросы, можете им задавать. Да, то в дальнейшем наверняка возникну, да. Еще, знаете, что я хотел спросить у вас? Может, вы посоветуете? Возникнет необходимость почтовых рассылок. А рассылка, поскольку у нас все производство будет находиться здесь, в России, непосредственно, чтобы контролировать все. Может быть, посоветитесь чем вообще воспользоваться? Услугами? Почтовая именно? Мейл, регулярный мейл, не имейл. Обыкновенная почта, да? Или что? Да, обыкновенная посылка. Ну, это все. То есть вы сами игры, что ли, отправляете или что? Да. Это можно все организовать. Все это мы делаем, да. У нас другой департамент занимается. Все делаем без проблем. То есть вы присылаете сюда к нам на склад игры, там 100 штук. Потом адреса давай даете. У нас есть машинка специальная. Мы прямо в складских условиях клеим стикер, кому направите группу. И она выходит через почту. Нет, я понимаю. Просто есть ли смысл это делать в этом плане? То есть, а услуги вы оказываете? Куда могу обратиться? Вы лучше контакты мне скажите? Это вы уже обратились. Это наша же компания занимается. Ну, Константин у нас есть менеджер. Да, я вам дам менеджера. Да, да. Поэтому направление. Ну, это на самом деле не очень дорого стоит. Не знаю. Ну, может там... Какой объем просто? Надо понимать, сколько объем посылок в месяц будет. Да, да. Сколько посылок в месяц будет у вас? Да вот Бог его знает. Ну, вот поэтому мы не сможем вам сейчас сказать цену. Не сможем вам сказать цену в зависимости от количества посылок. Но если это будет там 10 посылок, то нам это невыгодно абсолютно. Вот. Если это будет там 100, хотя бы 100 игр, 100 игр в месяц, там, ну, 10 долларов, допустим, мы будем брать с посылки. Вот. Может быть дешевле. То есть, ну, обсуждаем. Вообще обсуждаем. А, да, вас-то как все это будет идти? Почта России? Ну, я вам дам, да, есть комп... Либо Почта России можно отправить, либо есть компания... А, в смысле? Так как пользуется, извините, перебил... А я вам объясню, потому что вы Почта России отправляете сразу, там, не знаю, 100 коробок, понимаете? Да. А потом эти 100 коробок надо будет отправить в Техас, во Флориду, там, в Мазачусство и так далее, понимаете? И получается, что это дешевле будет значительно. То есть вы оптом большую посылку нам отправляете. Ну, есть, кроме Почты России, другие еще операторы, которые поинтереснее Почты России. Я вам дам их, да. У нас так все духло с этим просто... Ну, просто будет дешевле, когда вы в одно... Вы нам прислали на склад все, мы здесь получили от вас адреса, стикеры наклеили и разослали. По Америке Почта дешевая. А если ты в каждый адрес будешь игру отправлять, ты разоришься. Что-что? Уловили. Ну, конечно, конечно. Конечно, конечно. Так, ну, в дальнейшем, ладно, я буду тогда вас иметь. Насчет этого, я думаю, там еще сориентируемся, Коля, я думаю, работать нам вместе. Вот вы на рынке смотрю давно. Ну, шесть лет мы работаем, причем, я вам скажу так, мы открывали компании для... Да, там, очень известных людей, даже и России, и в Украине. И для небольших компаний, и для стартапов. Поэтому мы со всеми работаем. Что еще, кстати, хотел у вас спросить, ваше личное мнение, как вы думаете, вот сюда, собственно, там же, когда открываешь, любой проект, там пишешь, откуда ты, штат, там, Флорида, бла-бла-бла-бла, там, или ты из Германии, из Франции, там, неважно. Насколько сейчас вообще русофобство и так далее в Штатах по отношению к... Ну, есть, есть, немножко есть, не сильно, не так, конечно, как в России, к Штатам. Вот, но, ну, ну, какая-то часть людей, вот, после последних... Раньше при Обаме не было абсолютно, абсолютно нейтрально. Сейчас при Трампе есть ненависть какая-то к России, потому что те, кто против Трампа, как бы, он же там Путина поддерживает, они, как бы, немножко, немножко... А так как половина, в принципе, против Трампа, вот, поэтому, немножко есть. Но вы можете сказать, что вы же, у вас же будет компания, например, в Флориде открыта, вы можете сказать, что, как бы, мы, мы переезжаем в Америку, мы в начале ролика вашего презентационного сказать, что вот мы, да, мы сами из России, но поняли, что хотим иметь бизнес в Америке. Да, мы вообще не хотим. Наши ролики, да, может, там не будут мелькать, там будет чисто промоушен, игры, и все. Ну, не знаю. В общем, я вам сказал, мое мнение, это вам решать. Да, я вас понял, нет, я для этого и спрашивал, то есть, а можно ли не писать, что мы с Россией, как бы, будем... Можете, можете не писать. Вы честно говорите, что у вас компания-то в Америке зарегистрирована, вы же никого не обманываете. То есть, дальше, вы можете помочь оформить в нужном штате, чтобы... Да, мы все это сделаем. Мы все это сделаем. Мало того, я вам помогу потом, если Кикстартер выстрелит, я вам помогу еще с венчурами. Инвесторами, если вам они нужны будут. Они нужны будут. Сто процентов.